здравствуйте друзья здравствуйте дорогие подписчики и гости канала меня зовут тамара и вы на моем канале тамара завицкое вязание друзья сегодня я хочу ответить на вопросы тега так очень интересный он называется здравствуйте я пряжа голик причем на этот тег ответили уже многие мои знакомые блогеры и этот тег я увидела на канале у аллы называется ее канал бабушки на счастье внуки и вязание и несмотря на то что этот тег она мне не передавала я зашла на канал автора автор канала автор этого тега аида и долеграм вот и ссылочку на ее канал конечно я оставлю внизу в инфобоксе его друзья я буду вязать в кадре вот эту вот свою чудесную красивую французскую кофточку буду вязать в кадре и буду отвечать на вопросы вот этого замечательного тега и так начнем первый вопрос тега и так я буду вязать в кадре вот и отвечать на вопросы тега я вижу французскую кофточку здесь в кофточке несколько узоров присутствует вот и кто со мной вяжет те знают и вот буду отвечать на вопросы тега итак первый вопрос тегом кто тебя затыгал ну так в общем я уже повторяю что этот тег я увидела ответили на него мои мои знакомые блогеры но меня я не вижу кто меня затыгал во всяком случае я прошлась по каналам участниц мы нашего сп в котором я участвую сейчас осень со вкусом счастья посмотрела окно кто ответил и только нашла вот у аллы канал бабушкина счастье внуки вязания и значит других у других я пока не нашла вот этого тега у других участников вот этого нашего сп и я буду отвечать на вопросы тега и собираюсь вот передать потом эстафету как раз участникам нашего совместного сп осень со вкусом счастья итак первый вопрос кто тебя затыгал получается ответ никто вот а может быть кто-то затыгал но я не знаю этого второй вопрос считаешь ли ты себя пряжи маньяком знаете на этот вопрос я скорее всего отвечу утвердительно хотя еще полгода назад я сказала бы нет я сказала бы нет и не считаю что не считаю себя пряжи маньяком хотя пряжи маньяк такое выражение она мне не совсем конечно нравится пряжи голик лучше поэтому пряжи голик и я частенько захожу в магазины пряжи которые есть нашем городе и мне нравится посмотреть какие-то новинки и я часто покупаю пряжу я не могу что у меня я не могу сказать что у меня вместе с тем как говорится полки ломятся от пряжи но запасы настоящее время у меня есть вот и я очень люблю мне интересные новинки пряжи я люблю смотреть как говорится прикоснуться к пряжи мне это все очень нравится вот поэтому возможно да так много ли у тебя пряжи в запасах ну я значит в по сравнению с другими девочками у меня может быть пряжи немного в запасах около двух килограммов я думаю есть вот я недавно получила посылку из интернет-магазина это значит один как бы запас второй запас я значит покупаю периодически у нас в нашем городе в магазинах пряжу поэтому около двух килограммов вот может быть я и не являюсь пряжи пряжи голиком по сравнению с другими девочками но все как говорится познается сравнение и у меня интерес к пряжи я наверное с каждым днем все растет и растет я так о себе скажу дальше четвертый вопрос где ты обычно покупаешь пряжу покупаю в разных местах покупаю в разных местах так минутку тут узор такой что из нескольких узоров чтобы мне не ошибиться значит покупаю в разных местах это и интернет магазины и у нас в городе значит в наших таких магазинчиках пряжи вот поэтому да в разных местах покупаю у меня конкретного такого нет магазина или интернет-магазина чтобы я вот именно там нет в разных местах ответ такой любимая пряжа ну вы знаете наверное любимой пряжи у меня все же нет мне нравится и пряжа в составе который немного махера мне нравится шерсть мне нравится альпака меринос мне многое нравится да и летняя пряжа значит нравится хотя вы знаете пожалуй я могу сказать так что у я среди пряжи отдаю предпочтение все-таки пряжа с составом в составе которой шерсть то есть осенняя зимним зимняя пряжа пожалуй я вот так отвечу любимая пряжа это пряжа состава в составе которой шерсть но вы знаете различные виды шерсти так следующий вопрос у нас шестой вопрос покупаешь на распродаже чтобы было и чтобы было или покупаешь под конкретный проект на распродажах я пока не покупала пряжу у меня не было такого значит такого момента чтобы я купила на распродажах нет значит отвечу так что я не покупаю а покупать чтобы было но у меня такое было значит было у меня такой вариант но я чуть позже о нем расскажу когда буду рассказывать о самой дорогой пряжи насчет у меня был такой вариант вот следующий вопрос самая большая единовременная закупка пряжи пожалуй несмотря на то что я уже себя несколько причислено к пряжи голиком самая большая покупка пряжи может быть последняя посылка там не знаю сколько там пряжи было но чуть больше килограмма наверное последняя моя посылка вот дальше следующий вопрос у нас самая дорогая пряжа которую ты купила ну вот я сейчас отвечу вот на этот вопрос я приготовила кстати друзья я приготовила вот этикетку и немножко об этом расскажу подробнее вот это пряжа be 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 soft dream здесь составе у нас 75 процентов мохер и 25 шелк короче мохер на шелке вот и получилось как что сначала я для заказчицу купила эту пряжу вот для себя и как бы не планировала покупать я собиралась вязать шапочку такоре но про эту шапочку конечно все знают вот я собралась вязать линию шапочку и добавлю что вот этот моточек здесь у нас 25 грамм 4 моточка это 100 грамм получается так она каких же спицах вязала по моему на четверке и получается хорошая длинная шапка такоре где-то сантиметров 40 и 100 граммов то есть очень хороший расход ну и пряжа конечно мягчайшие легчайшие очень приятно по так сильным ощущениям ну и конечно же совершенно не колется так вот я и в общем не планировала покупать для себя на результате купила и себе вот так что я для себя купила вот как бы такой вот это это именно имеется ввиду что я не собиралась покупать но купила и для себя так что вот и можно это эту пряжу назвать вот самая дорогая хотя пряжу я покупаю много и часто но вот эту можно отнести вот сегодня на сегодняшнем этапе вот это у меня самая дорогая следующий вопрос конфуз или интересные случаи связаны с покупкой пряжи значит конфузов у меня не было а интересный случай да расскажу я в интернете значит нашла пряжу когда я заказала кстати вот эту и там еще одну я нашла пряжу от пехорки от пехорки не приготовила я этикетку она пряжа называется кросс бред бразилии и цвет розовый беж я из него сейчас данный момент вяжу для себя любимой в нашем проекте осень со вкусом счастья там у нас есть такая рубрика для себя любимой я вижу для себя джемпер так вот я когда заказал заказала в интернете мне пришел ответ sms к что этой пряжи у них в наличии нет я конечно огорчилась цвет же мне понравился я хотела купить такую пряжу и что вы думаете я пошла в свой любимый магазинчик пряжи и если сказать коротко я увидела там у них эту пряжу и конечно же я купила в нашем магазинчике в моем можно сказать любимом магазинчике пряжа куда я часто хожу и продавцов я знаю и там но мне нравится в этом магазинчике бывать и я там увидела эту пряжу поэтому вот такой интересный случай что в интернете я не смогла купить а в нашем магазине это пряжа была цвет точь-точь и вот я у них купила вот такой случай следующий вопрос дарили ли тебе когда-нибудь пряжу как ты относишься к таким подарком на праздники пряжу мне не дарили мне вот недавно где-то около месяца пару недель тому назад я получила в подарок от дочери книгу книгу норагуан и называется она косы жгуты араны вязание на спицах вот иначе я получила книгу нет пряжу я не получала в подарок и тут такой вы знаете нюанс дело в том вот мои друзья мои мои моя родня вот если бы они подарили мне такую пряжу я конечно была бы рада но в то же время ведь это люди которые ну скажем понятия не имеют какая лучше какая хуже какой состав и в конце концов что мне нравится что мне может понравиться поэтому я бы к такому подарку наверное отнеслась бы настороженно вот если бы кто-то из блогеров там и знакомых которые вяжут вот которые вяжут там не знаю на день рождения или там какой-то другой там случай подарили мне про пряжу конечно я была рада и счастлива и это был бы приятнейший сюрприз но мои родные нет я не знаю как бы я отнеслась к таким подарком вот если бы они мне подарили пряжу то есть не спрашивая у меня сюрпризом таким я вот даже не знаю как бы я отнеслась к такому подарку так дальше следующий вопрос как родные и близкие относятся к твоим пряжиным покупкам запасом относятся очень положительно потому как я сама решаю что я покупаю и исхожу из своих финансовых возможностей но многие знают я пенсионерка и если покупаю что-то то я покупаю так чтобы мне это было ну скажем все запланировано исходя из моих финансовых возможностей поэтому они относятся к этому нормально спокойно и скажем когда исполнился год моему каналу все были рады и за меня и поздравляли что вот год каналу и подписчики прибавляются и они очень так с радостью относятся к моему этому увлечению и только поощряют только за и я же я тем более я вижу и для родных и близких и для подруг вижу и для друзей вижу кое-что и к пряжным покупкам и к запасам все относятся положительно и тут у меня говорит не ограничений никаких нет как я говорю я покупаю сколько хочу но чаще всего я покупаю под конкретный проект вот хотя у меня уже вот я говорю рассказывала в при на предыдущие вопросы отвечала что у меня был случай когда я вот эту пряжу да я вот такую пряжу в общем то не планировала покупать хотела купить для заказчицы ну шапочку вязать ну и я купила себе то есть такие вот не запланированные покупки у меня иногда случаются следующий вопрос твой пряжный грааль пряжа мечта ну я слышала такой пряжи как буретный шелк пожалуй я хотела бы попробовать что-то связать из такой пряжи купить такую пряжу ну конкретных у меня вы знаете такой мечты чтобы я прямо горела и пылала ах хочу такую пряжу мне такой нет может быть какие-то особенности характера вот значит вот буретный шелк да я хотела бы что-то связать и может быть какой-то может быть какой-то что-то из бибисов дрим может быть что-то еще купить связать потому как мне конечно понравилась эта пряжа вот вообще конечно пряжи пряжи в интернете огромное количество и за всеми новинками как говорится сложно уследить и разобраться и понять какая лучше какая хуже тем не менее конечно обзора есть я различные обзоры пряжи всегда смотрю с удовольствием вот но так чтобы у меня было прямо пряжный грааль но как бы нет скорее всего нет такой может быть я недостаточно информирована еще в настоящее время я молодой блогер моему каналу год и два месяца поэтому может быть я чего-то не знаю вот ну вот и поэтому вот так я отвечу на вот этот вопрос последний и так этот тег за тег и трех блогеров которым ты хочешь ответы которые хочешь услышать я хочу передать свой тег участницам нашего сп осень со вкусом счастья главным образом это руководитель нашего совместного проекта валентина романчук канал называется валентина романчук вязание длинную жизнь второй блогер которому я хочу передать этот тег это молодая женщина отличный блогер хорошо вяжет отлично это лилия ослан канал называется лилия ослан и 3 блогер тоже участник нашего совместного проекта это людмила мой канал называется людмила моисеева жизнь только начинается итак друзья я заканчиваю отвечать на вопросы тега и желаю всем тем кому я передала вот эти вопросы с удовольствием ответить на этот тег на эти вопросы и хочу поблагодарить автора тега канал автора тега аиду канал аидалигран ниц и пожелать всем всем нам всем блогерам всем тем кто любит вязание удачи успеха легких петелек всего самого наилучшего и хочу добавить что также друзья я хочу сказать большое спасибо всем тем кто досмотрел это видео до конца кто был вместе со мной и послушал мои ответы на этот замечательный тег итак друзья до новых встреч всего доброго заходите почаще на канал с вами была тамара савицкая всего доброго пока пока